Всем привет! Атаксаны из Алабамы! Добро пожаловать на наш многогранный канал Самый многогранный канал о жизни в Америке Итак, сегодня у нас такой ролик будет необычный Вы будете видеть мою голову в углу И я воткну зарисовки нашего города Разные зарисовки Таким образом мы убиваем двух зайцев одним камнем Одним выстрелом Вы можете просто слушать мой голос И заниматься какими-то своими делами Или ехать в машине А вы можете и слушать мой голос И видеть меня Какие-то мои реакции, эмоции И также смотреть какой город Какие улицы, деревья Вот так Такого типа я уже делала ролики Один назывался Черный Робин Гуд Обязательно посмотрите, дам ссылку А второй был Мой, мои дефекты речи Да, то есть я вам что-то показывала И говорила за кадром То есть здесь я сделаю то же самое Только вы видите, что я показываю вам И все равно вы будете видеть свое лицо Итак, сегодня мы поговорим о воровстве времени Что я называю воровством времени Когда люди обесценивают вас Не ценит вас ваше время Значит, расскажу я вам Несколько историй Вы можете потом по ним Пройтись И по каждой истории написать Что вы думаете Итак Сначала я расскажу О том Что мне и на как подрядчику Пишут всякие мошенники Причем они мне Они сначала пишут Что они хотят Чтобы мы сделали им ремонт Задают вопрос Берем ли мы кредитную карту Обязательно Потом обязательно пишут длинное письмо Часто в этом письме ошибки И Они пишут так Что мол Меня нет в этом доме В этом городе Я болею Обязательно Или это болезнь онкологии Или это болезнь Это человек пишет Он же глухонемой И он хочет Чтобы мы где-то ему сделали ремонт И что он нам хочет Деньги вперед дать То есть Чтобы мы дали ему наш банковский счет И чтобы он нам перевел деньги Или как Ну в общем Все сводится к тому Что это человеку Мы не можем ему позвонить Или он в больнице Не может ответить на телефон Один раз Нам дали адрес Где должен быть ремонт Я вбила В интернет И увидела Что это какая-то бензоколонка Один раз Мы поехали По такому адресу Который нам дали Я видела этот дом Там люди работали И оказалось Что они никого не вызывали То есть Есть мошенники И это очень важно знать Начинающим подрядчикам Тем Кто в Америке Делает ремонт Есть мошенники Которые будут воровать Ваше время Просто так Или пытаться Получить какую-то Вашу информацию Чтобы там Вы думаете Вам деньги сейчас Перешлю для начала контракта А вы это А потом Как-то наверное Вытащат Ну я не знаю Вот В общем это первый пример Второй пример Подписчики Подписчики могут быть Ворами Времени Например Пример Женщины Которая со мной Связалась по скайпу Я в каком-то из роликов Может даже в разных Говорила о том Что Если у вас какая-то Интересная история Вы жили в Америке Там были замужем За американцем Или что-то такое Было интересное Но это что Была не какая-то Обычная история Что-то необычная Вы хотите дать интервью На канале То есть поделиться То пожалуйста Напишите мне И мы Запланируем встречу Поверьте Не потому что У меня нет контента У меня есть видеоролики Которые я 6 месяцев назад делала То есть я их сняла Но это надо монтировать Писать субтитры Потому что там Американцы говорят на английском То есть у меня Нет времени на все Как бы мне этого не хотелось Так получается Я Разумеется Если я буду делать С кем-то интервью То это может быть Месяц уйдет Прежде чем К этому мы подготовимся И Я же люблю Ломать стереотипы На канале И мне важно Показать своим Подписчикам Другие лица Не только Вот наши ремонты И все такое Так вот Сама женщина Одна свисалась Из мегаполиса Назовем ее Маруська Разумеется У нее другое имя Я не буду говорить Город И она Мне задала вопрос По поводу По издания книг Вы знаете Я настолько Сама Рылась Как издавать Книги на английском Как издавать Книги на русском Это такой процесс Найти издателя И решить Ты хочешь Сам издавать Или платить Или чтобы тебе За тебя сдали А потом Почти все гонорары Себе в карман положили Вот И она хотела узнать Мол Окупилось ли то Что я делала Понимаете Если вы пишете книгу Вы должны это писать Для души Для вас это будет Ваш дневник И не думать о том Окупится у вас это или нет Понимаете И человек мне начал Говорить Что она книгу написала И она ее порвала Я говорю Как вы порвали Так получается Она ее от руки писала Сейчас никто не пишет Рукопись от руки Никакому издателю Не нужно смотреть На ваши бумажки Все должно быть В компьютере В электронном формате Только тогда Это будут рассматривать Это должно быть Без единой ошибки Потому что это мусор Если они там На первой странице Увидят несколько ошибок И они это выкинут Это им не нужно Это мусор Так вот Она начала с этого Потом мы поговорили О ее жизни в Америке И мы говорили о том Что эта женщина Мне даст интервью Потому что она здесь жила 20 с чем-то лет 28 что ли уже Она здесь жила Она приехала с маленьким ребенком И замужем не была С американцем Ну в общем Это была вся жизнь Работа и выживание И она со мной поделилась Она началась Ну как она поделилась Она начала грузить меня Проблемами о своем здоровье О том как у нее все было херово О том что она никуда Из своего мегаполиса Никогда не выезжала Она не была Не была на родине Все эти годы Ни разу И она согласилась Дать интервью Но я ей говорю Вы должны дать интервью Рассказать людям Чтобы не все думали Что тут все медом намазано Икрой мостовые Выложены Баклажаны И ванны с шампанским Всех ждут Я говорю Это очень важно поделиться Она соглашается Потом она мне начинает Посылать фотографии Господи Она начинает мне Посылать фотографии Где она с внуками Как ее дочка выглядит Это я считаю Я вас просила Фотографии мне присылать Нет не просила И потом она звонит Своей дочке И дочка ей запрещает Давать интервью Говорит А то у тебя повысится давление Мама У тебя будут проблемы А мама Кстати мне сказала Сначала она сказала Что живет дома для престарелых Потом оказалось Что это не совсем дом престарелых Но это именно социальное жилье То есть для бедных То есть она платит там 200-300 долларов в месяц Те кто пишет мне на канале О да те кто Тут это В долгах оказался Без дома Кажется на улице под мостом Это все не так Здесь есть люди Которые живут Несмотря на какое-то Маленькое пособие Или маленькую пенсию По программе Секшн Эйд Когда государство Если ты правильно Оформил все документы Если ты последние мозги Не растерял Что смотрит Как у тебя маленький доход И вас селят В какое-нибудь жилье Домик или квартирный комплекс Где живут все такие Бедненькие Старенькие Там и 2 лет Или все такое Вот То есть люди Чтобы люди не ходили Не бомжевали на улице Это получается как выбор Кстати я брала Одного бомжа Который 900 в месяц получает На велосипедике ездит Брала интервью Обязательно тоже посмотрите А то что-то мало просмотров Набрало Это интервью И что И в общем Эта женщина То есть она мне поплакалась Рассказала И А потом она мне говорит Она не будет давать интервью А я когда гуляла на улице Обычно я гуляю на улице с сыном Мы идем вот И с одним И с другим Обычно общаюсь То есть я не общалась с сыном Хотя он шел рядом Со своими наушниками Я не общалась с сыном Я общалась с ней А потом получилось Что она пошла на попятную И она не хочет давать интервью Тогда что получается Вы просто хотели узнать Как заработать на Издании книги Вы хотели заглянуть В мой карман Чтобы я вам рассказала Сколько я заплатила Сколько я получила Выгодно Невыгодно Да при чем тут это У каждого будет Свой опыт В здании книги Сколько он заработает Если у вас нет Аудитории большой И людей Никто вашу книгу покупать не будет Какая золотая бы она не была Потому что Ни одно издательство Не будет впрягаться И платить деньги за рекламу Понимаете Вот и все И в общем У меня было ощущение И я эту женщину Я поняла Да Но потом она начала Мне посылать И еще всякие ссылки На всякие ролики В ютубе Поднять мне настроение Я сама кому хочу Подниму настроение И не нужно мне присылать Никакие там ролики В ютубе В личку И я была поражена Я была поражена То есть Я вам не друг И я не ваша жилетка Я не ваш психоаналитик Не надо мне звонить И плакаться Второй пример Был один из моих подписчиков Который влюбился В подругу Галину Я давала Брала у нее интервью Когда была в гостях В Атланте У Галины Галина разведена Муж американец Ударился в оккультизм И в общем Там пипец котенку И она В общем На бабки попала Потому что Она больше зарабатывала Чем он Ссылка тоже На этот ролик Под этим Вот И он влюбился И он спросил Он хотел пообщаться С Галиной И Галина Но я не хотела Давать телефон Я же не сваха И мне Галина не говорила Оксана Найди мне мужчинку Очень хочу мужчинку Мне так Галина не говорила Правильно Не говорила Ох Свою настоящую лицу Показала Ох Нет 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 Сейчас Спокойствие Только спокойствие Так вот Он был у меня в друзьях Он нашел в друзьях Эту Галину мою Начал ей писать А потом Он давай писать мне Ой Она мне ответила А у нас что-нибудь получится И начал меня опять грузить Если тебе понравилась Моя Галина Это не значит Что Галина Мне будет Мне названивать И рассказывать Все что она чувствует О вас Понимаете То есть он мне писал 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 Я его заблокировала Я ему написала Я вам не психолог Мне это не надо Но я написала Вот такая вот история И я знаю От нее он отстал От нее он отстал Но вот он ей писал Я говорю Так, Сан Он у меня старше На 20 лет Зачем мне Зачем мне он И он еще там Он тоже был Он был русским Он жил в Америке И жил с мамой С престарелой Вот Я не знаю Зачем ему нужна была Молодуха Которая зарабатывает Наверное Все по тому же Что всем нужны Молодухи Которые Независимые Да Следующая история Следующая история У меня Довольно-таки Сложная Сложная Я разумеется Не буду называть имен Значит Из одного крупного города Из мегаполиса Приезжала Ко мне Подписчица Назовем ее Как мы ее назовем Ну давайте назовем ее Зоя Так Зоя Сначала она мне названивала Причем Понимаете Иногда люди Переходят Грань Они не понимают Что они переходят Грань Если тут у тебя Риэлтор Говори с ним По бизнесу Не надо Риэлтора Грузить Информация О том Какие у тебя отношения С детьми Или как У тебя отношения С мужиком Который с тобой Живет Или какие у тебя Там Были проблемы В прошлом Понимаете Это мне не надо Получается Вы пытаетесь Из меня Сделать свою Жилетку Своего друга Я не хочу Быть вашей Жилеткой Понимаете И я считаю Что если вам нужно Выговориться Вам нужен психолог Есть достаточно В интернете Много людей Которые у вас За деньги будут Слушать И давать вам Советы А так Смотрите мои ролики И какие-то мои советы Воспринимайте И все Самый главный совет Людям Не воруйте Мое время Так вот В общем Я несколько вечеров Потратила На то Что я там С ней Разговаривала Я ее выслушивала Я поняла Как в ее мегаполисе Во время пандемии Вот так вот Они все Что как они В этих комнатушках Маленьких Находятся И как противно И как Она хочет Чтобы Это ее выражение Чтобы не было Баклажанов То есть как Про черную Баклажанов Чтобы не было Послушайте Алабама Черный штат Сюда были привезены Первые рабы Во первых Мне так не нравится Почему-то Когда люди Называют Баклажанами Ну не знаю А как тогда Азиатов Называть Кабачками Что ли Ну Как вы думаете Да Вот То есть Там в Нью-Йорке Ее баклажаны Раздражали И она думает О том Почему переехать сюда Потому что я показывала В роликах Дешевое жилье И Понимаете В мобил Да Здесь 60% Черного населения Это не значит Что все сидят На пособии Есть районы Где там черные живут Там они служат Они военные Там врачи И все такое И там дома 200 тысяч долларов И больше То есть Если вы хотите Жить в белом районе То В городе Где нет черных Не надо писать Мне в мобил Понимаете И тем более С таким пренебрежением Говорят Баклажаны Да я знаю Черных Которые зарабатывают Больше вас Больше этой Зои Которые гораздо Благороднее Так вот История Зои Это надо знать Чтобы сейчас у вас У всех крышу снесет История Зои Зои приехала сюда 18 лет назад И таким образом Получилось Что она получила Муниципальное жилье То есть Когда она платит Там 3 копейки Находится в мегаполисе За квартиру Которую бы все платили Полторы тысячи Она там платит Где-то 300 долларов И Это дало ей возможность За все эти годы Скопить Крупную сумму денег И Поэтому И с ней живут Ее и взрослые И там дети Представляете Когда 4 человека Там из них Трое или четверо Работают Все живут В маленькой Однокомнатной Там Двухкомнатной Квартирке С одним туалетом Понимаете Потому что Жилье Они не тратят деньги И у них возможность Есть сэкономить И они Большую сумму У них большая сумма денег есть И поэтому Эта Зоя не хотела Чтобы мы оформляли Ее как покупателя дома То есть У меня был документ Что там у них Есть 70 тысяч Наличных И она хотела Чтобы дом Чтобы не было баклажан Чтобы была большая территория То есть Очень много хочу И Очень мало могу Человек практически Не умеет водить машину Человек практически Не идет английского языка За эти все годы Он не выучил До того уровня Чтобы как говорится Как мой В полете Ощущать себя В Америке Как рыба в воде Понимаете И Поэтому ей нужен Именно русский риэлтор Который Либо ее Провел По пути Покупки Недвижимости Потому что Как говорится Человеку Который Говорит На одном языке С тобой Ты доверяешь Так Она сюда приезжала Причем Прежде чем приехать Она пыталась найти Где она становится Я дала ей телефон Двух своих знакомых Девочек Чтобы Может быть Они бы ей предложили Что-то подешевле Ну Как-то они не договорились И Зоя пришлось Остановиться в гостинице И Она объявила Несколько адресов Которые я ей предложила И один мы посмотрели Ну Суть в том Что Это человек Причем Мне говорил Я тебя отблагодарю Отблагодарю Я тебе еще Тысячу долларов дам Знаете Когда человек говорит Я тебя отблагодарю И что ты обещай Никогда не верите Потому что Такие люди Склонны так Что вам потом обосрать И сейчас Я вам расскажу Продолжение истории Включая переписку Потому что Это очень интересно Знать С какими людьми Вы можете сталкиваться Да И Значит Мы нашли Мы дом нашли Который человек хотел А поскольку На этот дом Надо было Ну надо было Предложить Сколько ты дашь И человек дал Одну сумму Для этого Мне нужно было Там документы заполнить Онлайн Там все сделать Чтобы Этот человек уже уехал Зоя уехала В свой мегаполис Мне сказали Что Ваше Говорю Ваше предложение Принято У вас два дня Чтобы прислать мне Документ Сколько у вас денег На счету Что вы можете купить За наличные И чек На тысячу долларов Но чек должен идти Не мне А именно на ту контору Которую этот дом Как бы продает То есть там То есть там имя Той риэлторской Конторы И номер Файла То есть Это у каждого дома Который на продажу Через государственную Контору Хад идет Там есть файл То есть Это чек Именно к определенному Дому То есть Просто так Невозможно даже Его в банк положить То есть Я наверно не могу Положить в банк Этот чек Никто не может Только та контора И получается так Что когда чек Уже пришел Она мне позвонила Я говорю Зоя что случилось Я передумала Я хочу дать цену ниже Там слишком много ремонтов Хотя я ее предупреждала Давайте цену ниже Чем той цены Которая запрашивается Нет Забери чек Забери чек Забери чек Я поехала Потратила время Поехала в ту контору Забрала чек Чек был у меня Но я его Оставила И ждала Распоряжение Она решила Дать другую цену Мы ввели в систему Дали другую цену Эту цену не приняли Слишком низкая Потом Были разговоры Все такое Обсуждения Опять человек мне звонил Делился своими переживаниями То есть Я уже чувствовала Что человек переходит границы Человек переходит границы А кстати Когда мы тот дом Ходили смотреть Мы ходили с Сергеем Потому что они хотели Чтобы как инспектор Как подрядчик Посмотрел И она ему лично Дала 100 долларов Потому что я сказала Я как риэлтор Не имею права Совать брать деньги Она ему дала 100 долларов А так по идее Какого хера Мой муж будет Куда-то тащиться Просто так Ехать туда Было минут 30-40 Там ходить час Понимаете Ему это надо Ему это не надо И я как риэлтор И я подарила книгу И я подарила книгу Со своим автографом Мы попрощались Потому что мне было приятно Что все-таки Человек был подписчик Приехал посмотреть Человек уехал в мае И в мае Когда уже мужа Еще один раз подали На дом Человек мне говорит Давай выдадим другую цену Мы опять уже третий раз Подаем Другую цену Подаем Утром Вечером Зоя мне звонит И говорит Что она передумала Что никакие там Проблемы в семье Они решили Не покупать дом И она попросила Меня этот чек порвать Потому что я думала Мы все-таки чек Там зачеркнем Да Номер кейса Или там Хотя это был Кейс именно этого дома Она говорит Ладно Порви чек Я говорю Тебе его выслать Нет Можно порвать Я его порвала И я ее заблокировала Я прошла Понимаете Я как риэлтор Я не обязана Иметь дело С людьми Которые мне неприятны Которые я чувствую С которыми Каши не сваришь А так получается То же самое Что Такой пример Легко понятный Вы приходите в ресторан Заказали официанту блюдо Официант пошел Вбил его В свой компьютер И его уже вот-вот Начнут готовить А вы бежите С официантом Я не хочу это блюдо Я передумала Я передумала Я хочу другое блюдо Да подешевле Или там Или отдайте мне скидку Вот так вот Вот так это получать Понимаете Всякий раз Когда я вводила информацию В компьютер Там с этими ценами играла Об этом узнавала Моя брокер И разумеется Другая риэлтор Я в их глазах Выгляжу Как некомпетентная дура Понимаете Которая не может Своего клиента Убедить Что вот Не стоит Эту цену Даже предлагать Потому что Его не примут И когда я работаю С клиентом С покупателем Мне он ничего не платит Я должна получить деньги От продавца Здесь это так работает То есть я вот То что я с ней Разговаривала Общалась Там куда-то ездила Это все было Потому что Это входят в мои обязанности И когда я понимаю Что я человеком Работать не хочу Что у меня просто На него больше нет сил Я считаю Что я не обязана И отчитываться И получается Это было в начале мая Конец июня Этот человек Пытается со мной связаться Насчет этого чека И начинает Моим приятельницам Названивать И даже писать Я кстати Переписку вам сейчас покажу Я думаю Вам будет очень интересно То есть человек Получается Начинает вытирать А меня ноги Человек Угрожает Пойти в полицию Хочет Чтобы я ей заплатила Тысяча сто долларов Чтобы я вернула Сто долларов Которые она дала Моему мужу То есть она Начинает лгать Как будто бы она Дала их мне Чтобы у меня Мне было интересно С ней работать Я работала С вами не из-за сто долларов Во-первых Ради опыта И ради того Что я действительно верила Что я могу Вам Кто бы вы ни был Помочь купить дом Но если я понимаю Что я с вами работать не хочу Я не буду с вами работать Я не обязана Меня ничего не обязывает Понимаете Если вы думаете Что я вот за копейку Вот в этом плане удавлюсь И буду трястись Над каждым клиентом Нет Нет Кстати Как вот мои сережки Видите Я сейчас поближе покажу Тут жемчужинка Мне их из Киргизии Прислали Я правда заказывала На ebay Видите Круто да Но это не золото Не серебро У меня Уже не болят От них Главное похвасталась Кстати А этому жемчужному Ожерелью Несколько лет Кстати Когда В мой адрес Поступили угрозы Навредить мне И моей конторе Я сразу сообщила Своему урокеру И Она попросила Меня письменный отчет Написать У меня есть Скриншатые Переписки С другим Агентом К которому Я лично ездила Забрать чек Потому что Я переживала же За клиентку Зою Из мегаполиса Чтобы этот Чек Не положили в банк И не раскеш Не обналичили И вы знаете Даже если я бы отправила Где гарантия Что если бы Она не обвинила Что я ничего Не отправляла Потому что Видите Есть такие люди Они врут государству Сколько лет Она не думает о том Что я У меня есть Например адрес У меня есть Вазильские права Ее детей Потому что Она хотела Все оформить На своих детей Понимаете А у меня Это все в системе То есть Она стала Мне угрожать Что Она будет Жаловаться Полицию На мою компанию Что якобы Я работала Без контракта Я работала с контрактом Мне все документы Подписал ее сын Информацию Мы подавали От ее сына От имени ее сына Она не хотела Нигде светиться Потому что Она боится Потерять свое Муниципальное жилье Она мошенница Самая настоящая Такая Из тех Русскоязычных Которые Все время Плачутся Всем А у самих Мешок денег Понимаете Мешок денег И ни одного Получается Ни одного Принципа морального То есть Мало того Что она здесь была Я с ней возилась Возилась Это не значит Что я ездила По всем домам Но я Уделяла человеку время Все Что она просила Я сделала И она пишет Она пишет Моим знакомым То есть Она пытается Это получается Распускание Сплетен Она могла Написать бы мне Имейл Или сказать Сыну Позвонить мне Или сын бы мне написал Потому что Я имела В общем-то По бумагам По документации Которая вся в системе На моей конторе С ее сыном Который Якобы покупает Дом на себя Но я так поняла Это были ее деньги Которые она Наверное Под стол работала Все это время Потому что Если бы государство Знало Что у них 90 там 70-90 тысяч На счету Может быть Больше Я не знаю На всяком случае Они бы потеряли Свои коврижки Понимаете Я еще Хочу вещам сказать Я понимаю Что некоторые люди Иногда начинают Судиться С какой-то там Риэлторской организацией Если например Обычно Если им подсунули Какой-то дом Обычно Какие бывают дела Если им подсунули дом Там С проблемами Или Идет какая-то Дискриминация По расовым признакам Вот И вот обычно Так люди Пытаются судиться Но Мне например Чтобы быть Риэлторской организации Чтобы мне быть Риэлтором Мне нужно платить Где-то Две тысячи в год То есть С меня Риэлторская ассоциация Имеет Понимаете Вот А с вас Зои из мегаполиса Как я считаю Воровка Мошенница Так еще иначе называть Который человек Который Использует систему Имеет Тысячи долларов Банки И сидит Вместе со своими Взрослыми Детьми В своей норке С одним унитазом Понимаете Вот Поэтому Если я знаю Что сделает Риэлторская Как спрут Понимаете Это большой спрут Который со всех Риэлторов Тянет деньги Если кто-то Попытается Про них На что-то Открыть И пытаться С ними судиться Большинство случаев Это не значит Что они Сразу будут Плясать Под дудку Клиента Который Подал на них В суд Вот Но если у них Есть компромат На этого клиента А у меня Он есть То они могут Сделать ответный Иск И они могут Размазать Эту Зои Из мегаполиса И таких людей Здесь много Которые сидят На шею Государства И это Прибедняются Потому что Им так удобно Вот А потом Вот она пытается Меня с говном Смешать А она не хочет На меня жаловаться А так на самом деле Чему она пугает Я что Что сделаю Я не так Я сделаю Не так Что я не Сотографировала Порванный чек Ну во-первых Я никогда С этим не сталкивалась Я новый риэлтор И я Никогда Я не ожидаю От людей Подлости Понимаете Вот это Моя большая проблема Я не ожидаю Что человек Которому я подарила Книгу Будет мне говорить Что он его вернет Вы вообще Если вам какая-то Книга И какой-то подарок Не нравится Вы что делаете Вы передариваете По уму Правильно Или там В Гудвилл сдаете Но говорите Человеку Писателю Который вам дал книгу С автографом С автографом Что вы ее хотите вернуть Я считаю Это мерзко Низко Ну и что Что мои касачки Напишите Что вы думаете Об этом По этому поводу И Как бы вы Отреагировали На моем месте Потому что Я была Скажем так Я была в шоке Я поставила Своего брокера В известность Мой брокер Знает Мой брокер Говорит Не обращай внимания Потому что Даже если Этот человек Будет тратить Время на то Что идти в полицию Что он скажет полиции Она чек сама Выписывала Чек выписывался На Другую контору Понимаете Дурдом Дурдом Так что Я делаю вывод Я больше с такими людьми Работать не буду Если мне говорит человек Что Он будет выбирать А в этом И в этом доме Будет потом жить А дом будет На имени Каких-то родственников Вот я пошла к выводу Я с такими людьми Не буду общаться И меня вообще даже поражает Почему человек Когда мне что-то угрожает Почему он не думает Что я могу на вас заявить У меня есть адрес Я могу заявить Что у вас Очень много денег У меня есть копии Ваших банковских счетов Понимаете Зачем вы хотите играть Вот с огнем Зачем вы Зачем вам это На оценку свою поднять Зоечка Вот я вот Вот так вот Я вот Не понимаю Почему Зоя не попросила Сына мне позвонить Или написать Потому что им-то я Электронной почты посылала Все адреса Оба мне писали Через электронную почту Почему она жалуется Что я ее заблокировала По телефону Потому что я заблокировала Я не хочу слышать Ваш голос Который мне кажется Нудным Грустным Понимаете Я не хочу слышать Я не хочу слышать Ни жалоб Мне этого Мне не нравится Мой мегаполис Мне не нравятся Баклажаны Мне не нравится То мне не нравится Это А мне не нравится Что вы обманываете Страну Это мне это Не нравится Вот И что вы меня дуры выставляете, которая сделала в банк, внесла информацию. Они это хотят, а потом, ой, нет, они не хотят, они хотят отдать и чек. Нет, они вот эту сумму дают. Ой, они эту сумму не дают. Дурдом в Кубе, да? Дурдом в Кубе. Ну что? Ладно, дорогие мои. Ой, вот такие воровки времени. А у меня море работы. Море работы. Заряжаю вас. Пока. Что осталось за кадром? Сын поступил в университет, скоро начинает учебу. И от университета кто-то приехал и привез этот знак. Этот знак называется. Обычные риелторы такой знак вставляют около дома. Так что вот. То есть мы приехали с работы, а тут такой знак стоит. Очень приятно. Ну все. Езжай в театр. Мой прекрасный принц. Маску не забыл? Маска в машине есть? Все. Мы с Ваней. Ванечка наш готовил пирог. Мы хотели сделать кекс зебра с вариацией с малиной. Он лично туда набросал эту малину. Но мы для эксперимента вместо обычной муки использовали миндальную. Ну в общем, что-то мы и тут нахимичили. И как это не очень вкусно получилось. Не знаю. И он не поднялся. Ну ладно, не важно. Это все опыт. И время вместе. Время вместе с ребенком самое главное. Заряжаю вас всех на то, чтобы у вас было больше свободного времени. Чмоки-чмоки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!